Итак, его жестокая правда о вас. Все как на духу. Послушаем, что он о вас поведает. И вначале я благодарю. Я благодарю, кто оформляет платное спонсорство канала. Кто меня благодарит за донаты, благодарю вас. Также спасибо вам. Я вас за это ценю. Это огромная помощь и поддержка каналу. И также напоминаю, действует акция на личный расклад. С моей стороны это такая вот благотворительность, тоже помощь для вас. Один-два вопроса. Платите кто сколько может. Минимум 200 гривен. Полный личный расклад будет стоить полторы тысячи гривен. Это 38 долларов. Пишите на вайбер, ватсап. Вся информация указана в описании канала. Пожалуйста, только для сообщений. Итак, его жестокая правда о вас. Давайте вначале об этом мужчине. Ой, Господи, что это тут за ущербный такой? Мамина царапинка. Мамина бусинка. Это знаете, вот эти вот сыночки, которых мама всегда говорила, не сыночка. Эта девочка не для тебя. Она слишком требовательная. Не-не-не. Она тебя съест, сыночек. Тебе нужна девушка попроще. Попроще себе. Ищи сыночка. А сыночка-то как? Выбирает самую лучшую. А требует с нее, да, вот, чтобы попроще было. Вот такой вот мамина царапинка, мамина бусинка. Вот так сыночка и живет по жизни. Вкладываться не хочет, отдавать не хочет. Благодарности никакой нету за любовь, за нежность, за поддержку. Но выбирает себе какую-то лохушку, не выбирает сыночка, да, какую-то серую мышку. А сыночка выбирает самую лучшую. Но почему-то отдавать не хочет. А требование, знаете, как у императора. Будь попроще. Будь попроще, к тебе люди потянутся. Да я, наоборот, хочу быть посложнее. Чтобы рядом со мной были те люди, которые ценят меня, которые со мной на одной волне. Да? А не попроще. Я, наоборот, буду посложнее, чтобы от меня лишние люди уходили. Да? А то будь попроще. Это может быть ты к моему уровню дотягивайся. А не, это же сложно. Расти сложно. Проще всего валяться вот где-то там под плинтусом. Это же легко. Не прикладываешь к этому никаких усилий. Это самый лёгкий путь существования. Вот поэтому такие сыночки взрослые, когда вырастают, они потом женщинами говорят, вот, будь попроще. Угу. Попроще. Конечно. Потому что что? Это самый лёгкий путь попроще. Вы, а мы как, а мы и слушаем это, да, попроще. Ой, наверное, я слишком требовательная. Там мне деньги не нужны. Там мне подарки не нужны. Там мне вообще ничего не нужно. Комплимент сказал, и всё, и ты уже поплыла. И ты уже поплыла. А слова, что такое слова? Слова ничего не стоят. Вот так и получается. Будь попроще. Может быть, ты будешь расти к моему уровню? А нет. Это же надо напрягаться. А кому оно надо? Угу. Вот такое вот мамина царапинка. Вот такие вот нищеброды потом им связывают свою жизнь женщиной. Женятся. Потом пытаются из неё вот какую-то рабыню сотворить. Такое ущербное. Ущербное. Знаете, тут запросы такие. Ой. Вечно там недовольная. Недовольная жизнью. Вот я прям вот это вот прочувствовала сейчас настроение. Вечно там морда недовольная. Что-то постоянно бубнит. Что-то ворчит. И то ему не так. То ему не это. То что-то к вам цепляется. И не так ты ешь. И не так ты готовишь. И не так ты посуду помыла и поставила. Эту чашку не так. Или какие-то к простым элементарным вещам цепляется. Да как ты вот это оделась. Что-то такое. Сними это. Да как ты вот это накрасилась. Что у тебя на голове. Мурло какое-то. Одним словом мурло. Понимаете? Само вот это несчастное ходит. Вот это ты какой-то нищая. Нищая. Ущербная душонка. Мелочный. Склочный. Жадный. Само несчастное ходит. Нет у него вот этой радости в душе. Вот этой любви нет у него. И он и других делает несчастными. Да это какое-то спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Боже мой. Да какое-то вечно как с агрессией. С агрессией. Да претензии вечно какие-то. Такое вот. Недоброго слова от него не услышишь. Что постоянно критикует. Других. Других может критиковать. Обсуждать. Сплетничает. Да пусть вот это с мамой живет. А они там друг с дружкой. Это вот самая лучшая. Как бы компания. Что там еще мама, что сын. Что мама вот эта вот перепуганная на всю жизнь. Боится, чтоб сыночку не объедали. То не требовали от него. Да пускай с мамой своей живет. Самые лучшие собеседники. Мама помрет. Он так и будет в одиночестве. Старость свою встречать. Как тот пес побитый. С подогнутым хвостом. Поджатым. Да и все, что там с ним. Вот это возиться с ним. Еще что. Да, вечно вот это вот сидит какое-то. Может пить, может быть, подбухивать. Да вечно он вот эта вот, блядь, жертва какая-то. Вечно он жертва. Жалуется. Да, что ты от меня постоянно хочешь. Да, что ты от меня требуешь. Да, что ты от меня требуешь. А при чем тут я? А что я могу сделать? Вечно какая-то жертва обстоятельств. Понимаете? У вас тут показывают, у вас член яйца больше, чем у него. У него вот этого света божественного внутри нету. И он и ваш свет гасит. А у вас свет есть. У вас горит в душе свет. А он и ваш свет гасит. И сидите вы потом вот два нищеброда. Вот, пожалуйста, как карта вышла. И сидите потом на пару два нищеброда. Что он сам вот это вот, как вот околичко. И вас такой же сделал нищебродкой. И вы рядом вот это идете. Шкутельгаете. Два несчастных человека. Такой вот мужчина. Ну давайте, его жестокая правда о вас. Как на духу. Ой, какая ты вот жестокая, несправедливая. Да вот ты вот так ко мне несправедливо относишься. Да вот как-то вот тоже вот парафинит вас. Что вы к нему несправедливо относитесь. Да много требуете. А такая ты холодная. Почему-то я холодная. Я горячая. Злой на вас. Очень сильно. Злится на вас очень сильно. До ненависти. До ненависти. А что за ненависть? Такая женщина рядом с тобой. Такая женщина. Что за ненависть по поводу? Да я, да я, да я. Что-то тут, да я. Что там, что ты там, да я. Да у меня могут быть таких, как ты. Да я только вот пальцем поманю. Да я без тебя и один не останусь. Вот что-то такие слова он может говорить или думать о вас. Да мне вот любая даст. Что-то такое мне любая даст. Какая твоя жестокая правда о вас. А что такая ненависть? А ну-ка еще. Вы переродились, говорят. Вы изменились. Вы изменились. И что? Освободились от этих чувств. Злится то, что как будто бы вы его разлюбили. Чувства свои, любовь не показываете. То, что вы себя не ведете, как раньше. Как раньше вы вот все для него, да, душа. Все, что вы имели, ему все отдавали. Отдавали все, любовь и чувства. И поддерживали, успокаивали. И мотиватором были. И все, да, вот. Свет отдавали ему, свой свет. Вы надеялись, что вы благодаря своей любви вы человека счастливым сделаете. Человек это оценит. И тоже вам взамен что-то одаст, да. Ну, не то, чтобы одаст, а как бы... Ну, вы надеялись просто, что вы его осчастливите. Что рядом, возле вас, человек будет счастливый. Вот на это вы рассчитывали, да, что благодаря вашей любви вы его сделаете счастливым. Что человек будет ценить вас, любить тоже в свою очередь. Ну, этого не произошло. Вы его не осчастливили. Понимаете, если человек говном наполнен, то как бы ты там его шоколадом, вот эту вот кучу говна не обкладывал, с зефирками не обкладывал, там сахарной пудрой как бы ты не посыпал сверху, все равно, что запах, запах дает о себе знать, что там внутри явно ни шоколад и ни зефирки. Как бы ты там сверху это не приукрашала, не пыталась приукрасить эту кучу, да. Вы его так счастливым и не сделали, нет. Наоборот, он, знаете, он как будто бы еще больше стал вас ненавидеть вот за это, за вашу любовь, что вы можете любить, что вы можете вот этот свет давать. А он же не способен на это. Такие люди, они завидуют. Они завидуют, почему? Он на вашем фоне чувствует себя ничтожеством, потому что он понимает, что он так любить не может. Люди же тоже не дураки. Люди тоже не дураки. Они прекрасно видят, вот смотрят на других, они все прекрасно понимают. И когда человек видит вот такого любящего, да, что ты умеешь любить, свет свой давать, да, вот теплоту свою давать, а он не способен на это. Он же это прекрасно понимает. И вот поэтому к таким вот людям, к хорошим, относятся плохо. Ненавидят их за вот эту способность любить. Любить, отдавать безвозмездно, ничего взамен не требуя. Да, это вы уже потом, вы уже потом, когда он вас научил, вы уже стали требовательной. Сейчас вы уже требовательной стали. А также вы изначально любили безвозмездно, ничего взамен не требуя. Вот за это вот он вас ненавидит. Вот это его жестокая правда о вас, что я тебя за это ненавижу. Конечно, он вам это в лицо не скажет. Еще его жестокая правда о вас. Ну да, то, что вы любящие. Ну и была бы его воля, вот карта, видите, ну тут, ну это карта повешенной. В этой прорисовке называется карта наказания. Вот была бы его воля, он тут вам, как знаете, как отомстить хочет, больно вам сделать. Опять же, потому что сам человек в душе себя чувствует несчастным. И что? Что? Значит, надо и других вокруг себя тоже сделать несчастным. О, тогда ему хорошо, понимаете? Тогда ему хорошо. Разного, вы просто разного уровня. Вот здесь карта вышла, что вы разного уровня. Вот вы какая большая. Хотя вы уже выросли из этой юбочки. Вам эти отношения не нужны. Вы уже выросли из этих отношений. А он какой рядом возле вас, вот, бежит от вас, он боится вас, потому что он видит, какая вы сильная, мощная, да, как великан по сравнению с ним. Он бежит, как тот муравей перепуганный, как тот таракан даже, какой-то муравей. Муравьи трудолюбивые существа, способные строить целые колонии. А это просто таракан, вот, тараканы, которые по ночам крошки собирают. По ночам, когда все спят. Муравьи-то трудятся в светлое время, днём. А тараканы, они именно на охоту выходят по ночам, когда свет выключили, например, да. Вы разного уровня, вы уже выросли из этих отношений. Поэтому вот у вас нет вот этой состыковки. Что вы выше находитесь. Разные у вас вибрации, да. Вы не понимаете друг друга. Он вас не понимает, потому что у него у Мишка, там одна извилина, там пусто в голове, пусто. Там вот так вот, одни обои наклеены, люстра одна висит, и пиздец. Даже диван никуда поставить. Там в голове пусто, понимаете. Поэтому у вас вот нету этого взаимопонимания. Поэтому он вас вот это и гнобит. Вы разного уровня. Поэтому и ненавидит вас. Он же-то видит, что вы стоите большего. Вы стоите большего. Он видит ваш потенциал. Вот карта сила вышла. Он видит ваш потенциал. Он видит, что вы на многое способны. А он нет. Он трусливый. Такой трус. Одним словом, трус. Нет у него вот этой смелости, храбрости. Он от проблем сбегает. А вы нет. Вы не бежите от проблем. Вы решаете проблемы. Он это тоже прекрасно понимает. Вы сильный человек. Одним словом. Он нет. Вот за это вас и ненавидит. Элементарно. Да, вот такое бывает. Иногда кажется, вот думаешь, ну вот как так? Ненавидеть за это? Потому что я сильнее тебя. Ну как-то глупо. Ну это глупо для умного человека. Да, умный. Для умного это глупо. А вот так, да, бывает. Есть такие люди. Элементарно завидуют тому, что ты сильнее и умнее его. И за это и ненавидят. Хотя у тебя, может быть, ничего такого нету, за что тебя можно было бы ненавидеть. И ты ничего такого плохого не делаешь. А за это вот ненавидят. За твой характер. Его жестокая правда о вас еще. Ну вот опять же вот. Жестокое какое-то хамло. Хамло жестокое. Само вот это, вы знаете, ни какой-то, ни рожи, ни кожи какой-то вообще. Знаете, вот нищеброд. Вот, но претензии к другим у него такие. Такие у него требования к другим, что там, знаете, вот, опять же, как будто бы там Брэд Питт какой-то. А ему все можно, да? А к нему нужно вот с пониманием относиться. Ну вот как-то так. Завистливый сейчас, если вы расстались, где-то там что-то высматривает, узнает информацию о вас. Да пускай узнает, конечно. Да, этого не ваш вообще герой. Это не ваш герой. Там даже по умственному развитию. Вы разные люди. Что вам даже вот как бы и поговорить не о чем. Вам даже поговорить не о чем. Еще будет появляться, будет о себе давать знать. То есть вот такой был расклад для вас. Если вы думаете, что там человек может быть со временем, если вы расстались, если он пожил без вас, может быть, он что-то осознал, наоборот, он стал еще больше вас ненавидеть за то, что вы от него отвернулись, свои чувства не показываете. Он еще больше стал вас ненавидеть. Такой для вас был расклад. На этом я заканчиваю. До новых встреч на новых раскладах.